Дорогие мои подписчики, дорогие гости моего канала, принимайте огромный привет с берега Балтийского моря. С вами Людмила Батакова. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на мой канал. А у нас, как вы понимаете, сегодня спортивное видео. Но не совсем спортивное. Это реальный массаж красоты. Вы часто меня спрашиваете, Людмила, а что вы делаете, чтобы был угол молодости, чтобы было свежее лицо? Это массаж или это массаж гуаша? А это что? А это добавки. И я каждый раз говорю, отвечаю вам. Ну, я имею в виду, что я пишу в комментариях. То, что, дорогие мои, я сама не всегда это знала. Но когда я поняла, что наше лицо начинается в области поясницы, а то, собственно говоря, вообще по-честному как раз-таки с ног, то есть красота лица начинается с наших с вами ног, со стоп, если быть более точной. Набрала в интернете мышцы, фасции человека. Я поняла, что вот эта вот самая лобная мышца, такая большая, которая держит фактически наш лоб и наше лицо, но в частности она через мышцы, через фасции прикрепляется к пояснице, а дальше она прикрепляется как раз-таки к стопам. То есть наша красота все-таки находится в наших ногах, в стопах. Я поняла, что все-таки такое видео нужно записать, что это видео поможет вам, ну, по крайней мере, сделать шаг навстречу своей красивой ровной спине, но и своему красивому лицу. Сейчас такое время, что омолодиться, улучшиться, здороветь можно в любое время. Нужно лишь просто принять это решение. Тогда придет информация, тогда придут силы, придет энергия, и все у вас получится. И первое упражнение, которое мы делаем, я хочу вам сказать, что прям вот таким комплексом я это упражнение делаю не каждый день, но отдельные его части. Я даже буду говорить, что я делаю абсолютно каждый день, будь то это зарядка утренняя в кровати, или потом у нас с мужем есть еще зарядка на улице, босыми ногами на земле, даже пока сейчас, когда холодно, ну, либо это зарядка там в процессе дня. Итак, первое, что мы делаем, я думаю, что вы это видели, когда приходили на массаж тела, мы с вами простукиваем стопы. Берем стопу и начинаем просто по ней шлепать. Хорошо так шлепать, должно быть чувствительно. Вот, прохлопываете. Я делаю примерно по 30 хлопков, и это реально не поглаживание. Нужно ее прохлопать. Видите, мы сейчас стали меньше ходить, меньше передвигаться. Раньше бегали туда-сюда ногами, сейчас в машине, общественный транспорт, на работе сидим, и мы застаиваемся просто. То есть, что мы сейчас делаем? Мы будем лимфу, не будем ее, да, есть пить, а мы ее будем, пробуждаем. И вторая нога. Точно так же. Сильно, хорошо так бьем по стопне, не жалеем. То есть, ее нужно разбудить. Лимфочка, просыпайся. Дело в том, что лимфа, она ленивая, я так ее называю. Она призвана очищать наш организм. На самом деле, она двигается очень медленно. Если не добавлять активности, то она не выполняет основную функцию. Нет очистки организма. А вместе с таким массажем еще включается кровоток. Кровоток снабжает. Всем полезен наш организм. А лимфа очищает. От всего ненужного. Все, прохлопали. Следующее упражнение. Это то, что когда мне делают массаж, я не могу этого терпеть. Потому что мне щекотно. Мы берем с вами ногу, стопу, район пальцев. Ее как бы сминаем. Мы так вот ее сминаем внутрь. На самом деле, мы нащупываем. Там есть такое уплотнение. И вот начинаем его проминать. Прямо вот ногу складываем. Сколько она складывается. И проминаем, проминаем. Вот этот момент, когда делают массаж, я думаю, скорее бы закончили. Мне дико щекотно. Но это лимфатические узлы. Нам щекотно там, где есть выходы лимфатические. Под мышками, под коленками. И вот здесь на ступне. Проминаем, проминаем. Вы знаете, когда делают этот массаж, я все сделаю полный. Ну, я просто обалдеваю от того, как выглядит моя зона декольте. Лицо вот. Ну, не то, чтобы прям лифтинг сразу происходит. Но есть результат. И в этом массаже лица я вообще не касаюсь. Так, промяли. И сразу же берем кулачок. И вот костяшками пальцев делаем такие движения на область подъема. Вот, проминаем, проминаем. Здесь, когда мне делают массаж, ну, все, тут я уже, у меня уже сил нет. Я говорю, не надо, не надо, не надо, не надо. Прям терпеть не могу этого. Ну, щекотно. Значит, вторая нога теперь опять берем. Проминаем. Я так боком сяду. Вот, мы ногу прям проминаем. Вот так. Сминаем ее туда внутрь. Нащупаем вот эту точку. И начинаем ее мять. Нем-нем. Все. Лимфа начинает уже активно работать. Уже процессы пошли. Проминаем. И костяшками пальцев массируем область подъема. У кого нет подъема, тем более нужно это делать регулярно. Все. С ногами сейчас пока мы закончили. Идем дальше. И вот уже это упражнение я делаю каждое утро обязательно. В кровати. Не вставая еще с кровати. Так. Ложимся. Растягиваемся. Выпрямляем руки. Но утром у меня нет такой возможности прям выпрямить руки, потому что спинка кровати мешает. Я немножко их поднимаю наверх. А стопы вытягиваю. В этот момент немножко вот так трясу руками. Сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно вытягиваю. И потом на себя их тяну. Потом сильно вытягиваю. И на себя. И при этом дышу. Давайте. А теперь мы задерживаем в одном положении ноги. И делаем вдох и выдох. Теперь стопы на себя. Вдох и выдох. Теперь опять. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И опять. Вдох. Выдох. И на себя. Вдох. Выдох. Все. Немножечко потянулись. Если хочется, тянемся как следует. Причем тянется не только утром, но и вечером очень хорошо тянется. Мы реально с вами запустили лимфу. Она начала работать, потому что вот это вот движение, да. То есть если в течение дня, допустим, вы сидите много на рабочем месте, ну, то есть мало двигаетесь, двигайте вот так вот ногами. Вот эта вот часть, да, она должна работать. У меня даже щелкнуло что-то на место стало. То есть просто вот так вот возьмите себе за привычку вот так вот двигать ногами. Вы очень поможете своей лимфе. Все. Мы растянулись. Делали первые такие растяжечки. Следующее упражнение – это то, что мы делаем с мужем как раз каждое утро, обязательно каждое утро на улице. Это тряска такая. То есть можно вот так просто потрястись, но лучше делать вот такие движения. Руки при этом свободные абсолютно. Они могут болтаться, как хотят. Вот эта встряска. И приземляться нужно обязательно на пятки. То есть не на носочке, а сразу на пятке. Так, жестко. Все. Есть. И уже после этого идет такое облегчение, такое ощущение, что тело, вот реально оно проснулось. И оно готово работать. И упражнение следующее не очень простое, не у всех получится. Мы с вами захватываем область над поясницей вдоль позвоночника. Вот на этом уровне захватили. И держа кожу в руках, начинаем наклоняться. Кожа будет сопротивляться. Она будет вырываться у нас с пальцев. И наклоняется до тех пор, пока все, кожа не вырвалась. Дальше опускаемся чуть ниже. Опять захватываем кожу. Вот. Я ее захватила. Вот, держу. И начинаю наклоняться. Медленно наклоняюсь, 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 наклоняюсь. Хоп. Кожа выскочила. Иду ниже. Чем ниже вы будете идти, тем тяжелее будет сделать захват. Так, я еще захватила. Иду. Наклоняюсь, вернее. Ниже, 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 ниже. Есть. Но еще ниже. Стойка, сколько можете. Захватили. Пошли. Наклоняемся. Ниже, ниже, ниже. О, выскочила. И вы знаете, вначале, когда первый раз я делала это упражнение, я не могла ухватить кожу на пояснице. То есть она никак не ухватывалась. Сейчас уже получается довольно-таки серьезный кусок движется. Нужно делать так, чтобы кожа не прилипала, не прирастала. Есть. Отличное упражнение. Мы поработали со стопами. Мы их разбудили. Лимфа активизировалась. То есть она теперь знает, что ей нужно работать. И знает, куда ей нужно стекать, чтобы не оставаться в нашем организме. В застойном состоянии. Дальше мы поработали с вами сейчас с поясницей. И теперь мы с вами работаем с областью ребер. Мы берем область под ребрами. И опять точно так же берем кожу. Не у всех возьмется, понимаю. Как сама, когда начинала, ничего у меня не получалось. И вот мы взяли ее, часть, и начинаем тянуть вперед. Вот я ее оттягиваю. Видите? Сейчас покажу вам. Вот я ее оттягиваю. Не жалеем. Ну и не делаем себе больно. Тянули так немножко. Даже, знаете, немножко вот так вот потрясли. Подержали, подержали. Хоп, отпустили. Чуть выше идем. Следующий этап. Взяли, потянули вперед, оторвали и немножко поработали с ней. Вот, отлично. Хорошо. Теперь мы с вами идем выше. Нам нужно разбудить лимфу. Есть вот это подключичные области. Для этого берем руку, кладем ее под ключицу, а большой палец у нас попадает в еремную ямфу. Мы держим так руку какое-то время, чтобы был контакт руки с телом, чтобы тело почувствовало, что вот есть рука, в руке есть тепло, в руке есть наша энергия. Даже если рука холодная, все равно эта энергия чувствуется. И вот как только рука привыкла, тело принимает, берем вторую руку, нажимаем второй рукой на первую и оттягиваем немножечко вниз ткань. Немножечко, не сильно. Вот здесь усердствовать сильно не надо. И начинаем чувствовать, где у нас есть какие-то болевые ощущения, дискомфорт, даже маленький дискомфорт. Вот мы держим так минутку хотя бы нужно подержать, дать возможность лимфе здесь тоже активизироваться, потому что болевые ощущения и какие-то неприятные ощущения, это значит, что заблокированный канал, лимфатический, он начинает потихонечку двигаться и самопродвигаться вперед. Такие ощущения. Так, теперь вторая рука. Микрофон. Так, вложила руку. Жду. Жду, тело принимает. Тело принимает. Жду вторую руку. И опять оттягиваю вниз. Вы будете чувствовать, насколько сильно нужно вам оттянуть кожу. И в этот момент, я покажу только с этой стороны, потому что эта сторона у меня не совсем хорошо еще работает, вы можете через минутку, да, то есть минутку вы сидите так и слушаете себя, что происходит, где. Через минутку вы можете немножко потянуть себя, то есть вы тянете рукой вниз, а головой вы начинаете слегка-слегка так поворачивать голову и смотреть, где и что у вас происходит. Вот у меня здесь болевые ощущения, вообще моя левая сторона, она прям очень отличается от правой, может вы это заметили, не знаю, но есть какая-то проблема, с которой я воюю уже какое-то время. И знаете, по мере того, как я работаю над собой, появляются там новые болевые ощущения, то есть идет проработка, вскрываются какие-то блоки, зажимы, спазмы, и проходят они не так быстро. Ну, слава богу, что у меня есть подушка красоты, которая не усугубляет во время сна, по крайней мере, потому что положение шеи и спины во время сна правильное. Вот, вот, хорошо, прям, прям очень хорошо сейчас. О, даже, знаете, немножечко как будто бы я вспотела, значит пошла работа не только лимфы и кровеносной системы, то есть все, организм заработал. Вот это упражнение, сейчас еще одно покажу, вы не представляете, вот каждый раз я, когда сделаю его, я бегу к зеркалу и смотрю свою зону декольте. Ну, какая же она красивая, и это состояние сохраняется и на следующий день, даже если утром сделала. Удивительно. Потом упражнение, которое я взяла из ревитоники. Немножко мне будет мешать, может быть, микрофон, но пальцами мы захватываем около как раз ключичной впадины, подключичной впадины кожу. Оттягиваем ее и вот так вот начинаем ее проминать, буквально, вот, знаете, не просто отрывать, не просто тянуть, а в разные стороны делать такое, детстве говорили, крапивка. Вот, чем ближе к центру, тем кожа тяжелее берется, но ничего, мы с ней справимся. Вот здесь явно, вот пошла опять левая сторона, и опять здесь кожа берется тяжелее, и она здесь тоненькая, совсем не такая, как справа. То есть не хватает кровоснабжения, сейчас залезу под микрофон, не хватает кровоснабжения, где-то, где-то есть еще блок, который никак, с которым никак не может мое тело справиться. Вот, берем, опять его, тянем. О, хорошо. Ну и самое последнее упражнение, это упражнение на платизм, вы знаете, такая большая, широкая мышца, которая делает нашу шею либо красивой, либо с провисаниями. Дело тут даже не в возрасте, дело в том, что просто кожа плохо краснабжается, и плохо идет лимфоотток. Поэтому мы с вами берем как раз-таки вот под углом области, под челюстью вот эту вот область, мы берем с вами кожу и прокатываем ее. Можно сверху вниз, можно снизу вверх, можно вот так в бочок идти. Мы должны взять кожу и почувствовать, что она у нас отслаивается. Вот, посерединке у меня трудно отслаивается, но еще отслаивается. Ну, кожу я могу взять в руки, но вот здесь по бокам гораздо лучше история, гораздо лучше ситуация. И вот мы так несколько раз делаем. Насчет того, что спрашивают меня, кожа не растянется так тянуть, то вот там за волосы себе дергаете, то еще чего. Нет, я уже спрашивала и у своих косметологов, и у массажистов, и много читала литературы. Кожа не растягивается, это абсолютный миф. Так мы прорабатываем. Иногда прокатывание вроде бы кажется лучше, но вот такой вот горизонтальная проработка под челюстью, она имеет такой эффект. Все, мы проработали лицо, хотя массаж красоты для лица, но лицо мы с вами не трогаем. А что мы делаем? Мы с вами затылочную часть прорабатываем, и это будет финальное упражнение. Кулачки ставим на, здесь такие есть бугры, насколько я помню, они называются свитные отростки, там нервные окончания у нас еще есть. И вот мы кулачками, да, костяшками пальцев массируем вот эти бугры и идем к центру. К центру пришли и опускаем вниз. То есть опять мы работаем с лимфой. Опять массируем бугры, идем по направлению к центру. Кулачки наши, пальчики встречаются, и мы спускаемся вниз. В этот момент у меня даже руки покалывают. Это уже от удовольствия. Это значит массаж сработал, организм начал нормально функционировать. Глаза шире открылись, честное слово. Все, проработали. Вот, потом я просто еще дополнительно делаю такие движения. О, есть, все, жарко, щеки пылают, такое ощущение, что у меня, знаете, как после бани. Такое ощущение, что я вышла из бани. Тело легкое-легкое, глаза широко открыты, лицо прям чувствуется, что там прям легкий румянец и очень тепло. В общем, абсолютно другое состояние, да, абсолютно другое настроение, абсолютно по-другому выглядит лицо. Хотя мы его даже не касались. Поэтому, вот когда вы меня спрашиваете, да, что делать, нужно работать с телом. Да, дорогие мои, нужно работать с осанкой, со своей спиной, работать с ней, доставать мышцы, которыми мы не пользуемся. Особенно мышцы глубокого залегания, работать с мышцами, которые спазмированы. И все это можно делать самостоятельно. Ну, конечно, не забывать про свои ноги, потому что начало именно там. Я сегодня с удовольствием вам показала этот массаж. Это один из массажей из моего курса. Пользуясь случаем, я очень хочу с вами сегодня поговорить, потому что я очень мало вам рассказываю о том, чем сейчас занимаюсь. И потом из этого видео я этот фрагмент вырежу. А сейчас я хочу вас пригласить на мой новый курс. Он поменял название. Раньше он назывался «Ключик счастья», сейчас он поменял название. Этот курс о том, как из-за своей объективной реальности, той, которой вы живете, перейти в свои бесконечные возможности, используя техники и технологии, которыми я пользуюсь много-много лет. Это очень практический курс. Он от и до практический. Но, тем не менее, он сейчас вырос у меня в два раза. И разделен на две части. Первая, можно назвать ее теоретической, хотя там тоже нужно работать с собой. А вторая, практическая, это часть, где я рассказываю, показываю то, что делаю. Это питание, это бады, это рецепты блюд. Это обязательно растяжки. То есть то, что я делаю каждый день, и то, что мне очень-очень помогает. Это уроки красоты. То, что я делаю с лицом. Все процедуры, которые я делаю каждый день постоянно со своим лицом, и то, что помогает мне, моей коже хорошо сохраняться. Ну и медитации для души, для тела, ну или для активации. Чтобы вы не пропустили эту информацию, я под этим видео оставлю гугл-форму для того, чтобы вы записались, и чтобы вы не пропустили важную информацию. Потому что старт курса назначен с момента вебинара. Вебинар пройдет 24 ноября. И для тех, кто будет присутствовать на вебинаре, будут самые вкусные, самые сладкие условия. Этот курс мы отрабатывали с методологом. И вы знаете, когда мы закончили уже работу, я сижу так смотрю, говорю, я хочу сама пройти этот курс. Я очень хочу сама пройти этот курс. Методолог со мной согласилась не потому, что он мой, а потому, что он мощный. Он так много дает и заменяет собой огромное количество разных курсов. Действительно, он того стоит. Поэтому обязательно заполняйте форму. Обязательно приходите на вебинар 24 ноября. И ориентировочно 2 декабря будет старт курса. Я вас приглашаю. И я вас жду. Но на сегодня мы будем с вами заканчивать. Я вам от всей души желаю быть красивыми. Не забывайте, что для этого нужно над собой работать. Но никаких таких сумасшедших усилий прилагать не надо. Просто в какой-то момент вот эта вот рутина, она станет настолько нормой, что вы даже не будете думать или понимать, сколько времени вы на это тратите. А тело вам скажет огромное спасибо. Потому что я по-прежнему считаю, что тело это наш мощнейший жизненный ресурс. Это наш мощнейший жизненный помощник. Что мы без него делать будем? И что тело может жить. Это данные не новые. Но сейчас все больше и больше подтверждений. И не только теоретических, но и от ученых. Тело наше может жить и быть здоровым от 120 до 150 лет. Так что если сейчас вам, как мне, чуть, чуть еще нету 60, да? Вот, и вы думаете, что все, ну все уже так вот. Не сберегла, не сохранила я свое тело. Не надо так думать. Вы можете абсолютно все изменить. Абсолютно все. Время такое пришло. Возможности такие есть. Ну все, дорогие мои, не буду вас забалтывать. Приступайте к упражнениям. Жду вас на курсе. Ну и обязательно дарите миру любовь. И мир ответит вам тем же. Всего хорошего. Пока-пока.